Украину могут объявить пиратом номер один в мире. На следующей неделе Международный Альянс Интеллектуальной Собственности собирается опубликовать отчёт о соблюдении авторских прав. Несмотря на обещание Киева навести порядок в этой сфере по объёмам использования пиратской продукции, Украина значительно опережает Китай и Россию. Тему продолжит Ольга Клюева. Зазвук, вырученные контрабандные продукции. Вынимаете право? Вынимаем право. Применять силу инспектору службы интеллектуальной собственности статус не позволяет. Поэтому продавцам пиратских дисков хорошо известно, с таким рейдом можно не церемониться. Нас выштовхывали с торговой точки диски, которые были на столе, все были сгребаны на подлогу ларёк. Мы вымешаны были вызвать наряд милиции. Конфисковать пиратскую продукцию всё равно, что полить из пушки по воробьям, признаются в службе интеллектуальной собственности. У ведомства только 27 инспекторов на всю Украину. А по другую сторону баррикад – целая мафия. Пиратство в галузе интеллектуальной властности является другим по доходности после торговли наркотиками. Поэтому очень сложно, я считаю, утриматься от покусы заработать легкие деньги. Перед искушением не устояли даже украинские чиновники. Многолетние попытки избавиться от нелицензионного программного обеспечения в государственных органах так и не увенчались успехом. Министры в который раз обещают подать личный пример. За океаном очередным обещанием украинцев уже не верят. Там готовят отчёт о соблюдении прав интеллектуальной собственности и Украина имеет все шансы стать пиратом номер один в мире. И тогда наказание неизбежно. Если санкции введут, украинский бизнес потеряет порядка 40 миллионов долларов в год и ваши товары в США станут неконкурентноспособными. Уровень пиратства у вас самый высокий в Европе, по крайней мере в Восточной. Это касается музыки, фильмов и программного обеспечения. Этот убеждённый пират считает себя Робин Гудом. Принцип не дать богатым стать богаче и обеспечить бедным свободный доступ к информации главный лозунг пиратской партии Украины. Её уже официально приняли в Международный конгресс пиратских партий. А там миллионы таких же любителей бесплатного. Информация является достоянием человечества. Некоторые корпорации его пытаются приватизировать и заставить всех платить за то, что принадлежит всем. То есть вот это воровство, вот это неправильно. О том, что авторское право в стране соблюдается весьма условно, знают даже юные изобретатели. Александр придумал уникальную модель радиомикрофона. Но иллюзий разбогатеть на своём открытии у мальчика нет. Патент этот, в данном случае у нас в Украине чисто бумажка идёт. То есть она мало чего защитит. Чисто для чувства глубокого морального удовлетворения. Пиратской продукцией я пользуюсь. Ежегодно Украина рапортует о тоннах уничтоженной пиратской продукции. А значит спрос на неё только растёт. И принцип «зачем платить за то, что можно взять бесплатно» пока не истребим. Ольга Клюева, Дмитрий Анопченко, Вадим Сверидонов. Подробности – телеканал «Интер». Продолжение следует...